МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Сделать сферу ЖКХ понятной, удобной и прозрачной. В Куйбышевском районе провели очередной обучающий семинар для председателей многоквартирных домов. Пожарная тревога и эвакуация в одном из торговых центров областной столицы сотрудники МЧС провели учение. Спорт без границ. В Самаре проходят всероссийские детско-юношеские соревнования по бочке для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Вопросы смены управляющей компании, горячего водоснабжения, строительства новых социальных и спортивных объектов. Вот основные темы личного приема граждан, которые накануне провела глава Самары Елена Лапушкина. За помощью обратились жители самых населенных районов Кировского, Промышленного и Октябрьского. Какие решения озвучили на встрече в нашем сюжете. Проверить законность смены управляющей компании. С таким вопросом на личном приеме главе Самары Елене Лапушкиной обратились жители поселка Восточный в Зубчининовке. Накануне глава города приезжала к ним во двор после обращения во время прямого эфира на телеканале Самары ГИС. Выяснилось, что управляющие организации больше заняты борьбой за дома, чем исполнением своих обязанностей по уборке территории. Глава Самары Елена Лапушкина призвала руководителей компании взяться за уборку территории, а жителей в электронном формате выбрать организацию, которая доверит обслуживанию своих домов. О строительстве социальных объектов спросили жители квартала в границах улиц Печорской, Дыбенко, революционной четвертого проезда. Эта территория активно развивается, появляются новые жилые дома, и горожане обеспокоены, что действующие школы и детские сады могут быть переполнены. Глава города Елена Лапушкина отметила, что застройщик имеет обязательство по строительству новых учебных учреждений. Возможные места расположения будущих соцобъектов обсудят с жителями на следующей встрече. Застройщики, заходя на эту территорию, они идут, понимая, что на этой территории они обязаны расселить ветхие дома за свой счет. Как правило, построить детские садики, если там есть очередность, построить школу, если есть там необходимость, либо поликлинику, если там есть необходимость. То есть социальная нагрузка на них достаточно серьезная. Жители дома номер 71 по проспекту Кирова обратились с просьбой решить проблему горячей воды. В дом она поступает низкой температуры. Из-за того, что большая часть дома не заселена, вода успевает остыть в трубах из-за отсутствия водоразбора. На приеме у главы застройщики пообещали, что к середине октября проведут экспертизу и установят насосное оборудование, которое позволит обеспечить жителей горячей водой. Кроме того, жители дома задумались о смене управляющей компании. Елена Лапушкина поручила главе района помочь жителям освоить электронный формат проведения общедомового собрания. Давайте дождемся насоса, дождемся выбора управляющей компании. Если у вас есть вопросы по проведению собрания в электронном виде, вот у нас Данила Викторовича, глава района, встретят, покажут, как зарегистрироваться, как провести, и, в общем, окажутся в действии. Также жителей беспокоит дальнейшая судьба стадиона «Восход», который находится вблизи их дома. Они хотят, чтобы объект был восстановлен и благоустроен. Елена Лапушкина ответила, что обратится с этим вопросом в Министерство спорта. В чем ведомстве находится эта площадка? Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом» для председателей советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и активных жителей города. На этот раз тренинг провели в Куйбышевском районе областного центра. Участников познакомили с системой ГИС ЖКХ и разобрали все интересующие вопросы по управлению домами. Тему продолжат наши корреспонденты. От основ жилищно-коммунального хозяйства до правил управления многоквартирными домами. Для председателей советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и всех активных жителей Куйбышевского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Список обсуждаемых тем составили с учетом пожеланий горожан. В общей сложности уже на территории Куйбышевского района состоялись десятки таких семинаров с привлечением главных экспертов региональных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые обсуждаемые вопросы, конечно, касаются законодательства, трактовок жилищного кодекса в части управления домами, как взаимодействовать с управляющей компанией, что вправе собственники за свои деньги требовать с управляющей организацией. Сделать сферу ЖКХ понятной, обеспечить упрощенный и быстрый доступ к широкому перечню данных поможет современная платформа ГИС-ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммунальные платежи, передавать показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями. У жителей всегда есть проблема вопроса. Как раз для этого мы обучаемся, чтобы эффективнее решать их проблемы. Людям хочется сделать ремонт в подъезде, получать более качественные ресурсы от ресурсоснабжающих организаций. Для участников тренинга организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя многоквартирного дома. Это достаточно объемный документ, в котором можно найти не только ссылки на нормативно-правовые акты, которые работают в сфере ЖКХ, но и бланки образцов заявлений. Напомним, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов многоквартирных домов 8 800 45 263. По нему все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Департамент градостроительства Самары проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах первого квартала поселка Мехзавод в Красноглинском районе. Распоряжение о проведении аукциона опубликовано на сайте администрации Самары. Комплексному развитию подлежит территория площадью 3,17 гектара. Начальная цена аукциона составляет чуть выше 2 миллионов рублей. Шаг аукциона более 100 тысяч. В Самаре завершили строительство второго корпуса школы на пятой просеке, сообщили в региональном министерстве строительства. Здание рассчитано на 850 учащихся. Оно состоит из шести отдельных блоков, которые включают в себя помещения начальных и старших классов, актовые спортивные залы, мастерские и медпункт столовую. В одном из блоков разместится детский сад на 75 мест с ясельной группой на 25 малышей до 3 лет и двумя группами по 25 человек для дошколят от 3 до 5 лет и от 5 до 7. Школа позволит принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, первый корпус, рассчитанный на 600 мест, ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Объект построили в рамках нацпроекта образования. Сделать первичную диагностику злокачественных опухолей доступной в Куйбышевском районе Самары достраивают амбулаторный центр онкологической помощи населению. В ноябре его планируют открыть на базе 10-й городской больницы. Когда врачи-онкологи смогут принять своих первых пациентов, расскажет Ольга Павлова. Снизить смертность от онкологических заболеваний возможно, если диагностировать рак на ранней стадии, отмечают медики. А для этого необходим не только штат высококвалифицированных специалистов, но и дополнительные амбулаторные центры онкологической помощи. В настоящее время в регионе их шесть, четыре в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Совсем скоро подобные откроются в Куйбышевском районе на базе 10-й городской больницы. В центре смогут обслуживаться до 200 тысяч человек. Население понимает, одобряет, и все с нетерпением ждут открытого центра, потому что это избавит от необходимости как раз постоянно ездить в город и обращаться в онкологический центр. Для пациентов откроют маммографические рентген-кабинеты, кабинеты бронхо- и гастроскопии. Отдельно будет принимать врач-онколог. Создание таких центров направлено на раннее выявление раковых заболеваний. Своевременное лечение позволит избавить больного от злокачественной опухоли и сохранить качество жизни на прежнем комфортном уровне. В ЦАОП может обратиться пациент и получить консультацию врача-онколога, пройти диагностические исследования для установки или исключения диагноза злокачественного образования. И в дальнейшем он может быть направлен на специальное лечение либо в областной онкологический диспансер, либо в пятую городскую больницу в городе Тольятти. Амбулаторный центр онкологической помощи в Куйбышевском районе Самары своих первых пациентов примет уже в ноябре. В здании завершаются строительные работы. Они выполнены на 90%. По итогам 2021 года в ЦАОПа региона обратились 19 тысяч человек. За пять месяцев этого года порядка 15 тысяч пациентов получили необходимую помощь медиков. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области из-за высокой пожарной опасности до 29 августа продлили запрет на посещение лесов. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства. Напомним, с 15 апреля по 15 октября в регионе действует особый режим для предотвращения лесных пожаров, а за его несоблюдение грозят крупные штрафы. Гражданам от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 60 тысяч, предпринимателям от 60 до 80 тысяч, а для организации штраф может составить от 400 до 800 тысяч рублей. Поджигателям грозит уголовная ответственность или штрафы до 2 миллионов рублей, если при пожаре погибли люди. Отметим, сейчас в Рязанской области действует режим ЧС. В регионе бушуют лесные пожары. Смог накрыл соседние области, в том числе и Москву. Тем временем в одном из торговых комплексов Самары прошли показательные пожарно-тактические учения. Подразделения областного главка МЧС России отрабатывали эвакуацию из здания с массовым пребыванием людей. Действия звеньев, газа, дымозащитные службы, а также взаимодействия с персоналом условно-горячего комплекса. Как это было, увидела Светлана Тимофеева. Утром к одному из торговых центров Самары была стянута пожарная и спасательная техника. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в здании сработала тревожная сигнализация. Администрация приняла решение об эвакуации посетителей и персонала. Внимание! Пожарная тревога! Сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем, находящимся в здании, срочно погибнуть свое помещение через запасные и аморийно-спасательные. Пользоваться лифтом при эвакуации здания категорически запрещено. На самом деле, на этот раз людям ничего не угрожало. В торговом комплексе проводились показные пожарно-тактические учения подразделений Самарского гарнизона. По вводной очаг возгорания находился около экрана. Произошло возгорание электрооборудования. Площадь пожара на момент прибытия условно составляла 50 метров. В соответствии с учетом времени площадь увеличилась до 130. Количество людей, которые заходят в торговый центр, подсчитывают специальные датчики учета посетителей. Все данные затем стекаются в службу охраны. Срабатывает оповещение в торговом комплексе и начинается эвакуация силами охраны. До 7 минут должны эвакуироваться в торговый комплекс. Все они справились, все эвакуированы. По сценарию учений в здании находятся 150 человек. 20 из них – персонал торгового комплекса. Через какое-то время поступает информация, что в кинозале еще остались люди, и пожарные отправляются на их поиск. Кроме того, эвакуация потребовалась и звено газодымозащитной службы. По словам спасателей, из-за большого количества помещений и зогнутых маршрутов торговые центры считаются одними из самых сложных объектов. Самое важное понять, что у нас всегда присутствует при себе направляющий трос, либо линия, по которой мы действительно производим пожаротушение. То есть нам, по идее, бояться нечего. Мы, самое главное, понимаем свою задачу. То, что мы достаточно образованы, чтобы спасать людей, наших граждан, с различных ситуаций. И мы это выполняем, я считаю, на 5 баллов. В этих учениях было задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. В случае возникновения реальной угрозы пожара на объекты с массовым пребыванием людей группировка будет больше. Как отметили руководители учений, все поставленные задачи пожарные подразделения выполнили. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. Аэропорт Курумыч в сентябре возобновит рейсы из Самары в Махачкалу. Первый рейс в столицу Дагестана запланирован на 10 сентября. Прямые регулярные рейсы будут осуществляться по следующему расписанию. Вылет из Самары еженедельно по средам и субботам в 2.30. Прибытие в Махачкалу по местному времени в 3.55. Из Дагестана в Самару вылет в 4.55, а прибытие по местному времени в 8.20. Время в пути составит 2 часа 25 минут. В июле россияне взяли более 40 тысяч автокредитов на общую сумму 48,5 миллиардов рублей. Это на 4 с лишним миллиарда больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствует исследование Объединенного кредитного бюро. По выдачам кредитов в пятерку лидеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Татарстан. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечается в Омской области. В 23 регионах средний чек снизился, значительнее всего в Волгоградской области, на 11%. Всего за 7 месяцев этого года банки выдали свыше 249 тысяч автокредитов на общую сумму 316 миллиардов рублей. Общее количество новых кредитов на машины снизилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Официальный старт продаж Нива Тревел 2022 запланирован на 28 августа. Розничная цена автомобиля составит почти миллион рублей. Это почти на 200 тысяч рублей больше, чем на младшую модель Нива Легенда, рассказали представители нескольких крупных дилерских сетей АвтоВАЗа. Компания приступила к серийному производству внедорожников в середине августа. Сообщалось, что упрощать оснащение Нива Тревел не планируется. При этом, по данным СМИ, АвтоВАЗ собирает их без блока ABS, комплекса Aero Glonass, подушек безопасности и с российскими ремнями безопасности. Кроме того, вместо прежнего рулевого колеса они получили старый четырехспицевый руль, аналогичный тому, который ранее достался упрощенный Lada Granta в комплектации Classic 22. Роспотребнадзор назвал какао лучшим напитком для завтрака школьника. На сайте ведомства говорится, что завтрак ребенка должен быть плотным и обязательно включать горячее блюдо. А в качестве напитка лучше всего предложить какао, так как оно по калорийности сопоставимо с сыром. В Роспотребнадзоре напоминают, что школьники должны питаться пять раз в сутки, каждые пять часов. В России за год на 20% подорожал букет к 1 сентября. В среднем цветы обойдутся в 1314 рублей. Самые дорогие букеты в Приморском крае – более 2000 рублей. Самые дешевые в Псковской области – 678 рублей. Как сообщают аналитики, чаще всего родители покупают для учителей розы, хризантемы, альстромерии, гвоздики, эустомы, герберы, лилии и гортензии. Самарская область вошла в топ-5 победителей в конкурсе Ростуризма. Она лидировала по всем трем направлениям поддержки и в совокупности получит федеральное финансирование в объеме 257 миллионов рублей. Деньги пойдут на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, создание кемпингов, развитие среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, туристских информационных центров и пунктов проката. Среди основных критериев конкурса – наличие у предпринимателей земельного участка для реализации проекта и уровень софинансирования. Он должен быть не менее 50%. Средства поступят уже в следующем году. По данным одного из сервисов поездок и путешествий, Самара вошла в рейтинг самых востребованных авианаправлений у путешественников с детьми и подростками. Столица 63-го региона заняла 16-е место. Доля путешественников с детьми составляет 0,64%, а средний чек на взрослого туда и обратно – 9896 рублей. Этим летом семейные туристы чаще всего летали в Сочи. В этом году по сравнению с прошлым перелеты выросли с 22 до 35%, следующий по популярности – Москва и Санкт-Петербург. На них приходится еще 27% спроса. Также в пятерку востребованных направлений путешественников с детьми вошли Калининград и Махачкала. Доля Калининграда выросла с 4 до 6%, а Махачкалы – с 1% до 3,5%. В субботу, 27 августа, в Струковском саду пройдет международный фестиваль «Самарское знамя». Будут работать исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века. Пройдет научно-практическая конференция. Фестиваль посвящен одному из важнейших этапов в истории страны – периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига. Тогда самарцы пошли добровольцами сражаться за братьев-славян и изготовили легендарное знамя, которое стало символом подвига чести и доблести. Сегодня самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии, в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. Одна из его редких копий хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Этот год для самарского знамени юбилейный. Ему исполняется 145 лет. В Самаре прошло торжественное открытие всероссийских детско-юношеских соревнований по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир такого уровня проводится впервые. На площадке спортивного центра «Грация» состязаются 40 спортсменов из 8 регионов страны. Итоги встречи подведут 26 августа. Воспитанник Самарского дома-интерната Владислав Сайфов практически всю жизнь провел в инвалидном кресле. Однако поражение опорно-двигательного аппарата не помешало молодому человеку стать членом сборной Самарской области по бочи. Сейчас он выступает за свою команду на всероссийских детско-юношеских соревнованиях в этом виде спорта. Мне этот вид спорта, то, что нравится, он меня вдохновляет. И заставляет идти вперед, только вперед. Никогда не нужно сдаваться, даже если проиграешь. Нужно верить только в свои силы. Всероссийские детско-юношеские соревнования по бочи для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся впервые. Площадкой для проведения турнира была выбрана Самара. Это не просто мячи кидать. Это вид спорта, который подразумевает общую физическую подготовку и развитие интеллектуальное. Поэтому он сейчас прогрессивно развивается, в том числе и в нашем субъекте. Мы уже проводили первенство города, чемпионат первенства области, и вот уже вышли на уровень всероссийских соревнований. Мы ежегодно организовываем муниципальные соревнования по бочи и другим соревнованиям среди инвалидов. Поэтому то, что на всероссийском уровне доверили право проведения Самаре, наверное, это хорошо и будет способствовать тому, чтобы и в дальнейшем в нашем городе были проведены другие соревнования по другим видам спорта. Бочи – паралимпийский вид спорта. Это игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она уходит своими корнями в античные игры, которые были распространены в Римской империи. В бочи играют на полу или на асфальте. Смысл заключается в том, чтобы как можно больше шаров либо синих, либо красных оказалось к белому шару. У кого больше шаров синих, либо красных находятся возле белого, чем ближе они находятся, тем игрок считается победившим. Всего в турнире, который проходит на площадке спортивного центра «Грация», участвуют 40 спортсменов из 8 регионов России. Независимо от того, какое место займет каждая из них, все увезут домой памятные подарки – подушки, пледы и бутылочки для спортивных напитков. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Российский футбольный союз опубликовал и расписание группового этапа Кубка России по футболу. В первом матче самарским крыльям советов предстоит играть на выезде против московского «Спартака». Дарья Касаткина продолжает подготовку к теннисному турниру в США, а самарские спортсмены – борьбу за медали «Спартакиада». Подробности в нашей спортивной рубрике. Крылья советов продолжают подготовку к матчу с «Ахматом» в седьмом туре чемпионата России по футболу. Накануне тренерский штаб уделил внимание отработке игровых моментов и взаимодействий, стандартным положением и завершению атак. Матч пройдет в субботу в Грозном. А на следующей неделе, во вторник, крылья советов вступят в борьбу за Кубок России. Российский футбольный союз опубликовал и расписание игр группового этапа. Первый матч в обновленном турнире самарцы проведут в Москве против «Спартака». Напомним, в группу «Б» также попали «Воронежский факел» и «Питерский зенит». Дарья Касаткина во втором круге теннисного турнира категории WTA 250 в канадском «Гранби» встретилась с польской теннисисткой Магдаленой Фрех. Первую партию талетинская спортсменка выиграла 6-3, уступая по ходу сета 1-2. Во второй партии у Дарьи не возникло никаких проблем. Она уверенно переиграла соперницу 5-0. До победы в матче оставался один гейм, но встречу прервали из-за дождя. Матч доиграют сегодня ночью. Победительница этой пары сыграет в четвертьфинале против испанки Нурии Паризас-Диас. На Всероссийской Спартакеаде по летним видам спорта продолжаются групповые этапы в командных видах спорта. Ганболистки и Самарской области выиграли четвертую игру в своей группе. Накануне они обыграли сборную Ставропольского края 36-23. Впереди у команды еще один матч в группе против сборной Москвы, которая также пока не допустила ни одного поражения. А вот мужская сборная по хоккею на траве уступила сборной Санкт-Петербурга 0-15 и упустила шансы побороться за выход в плей-офф. В неофициальном медальном зачете сборная Самарской области занимает второе место с тремя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Самаргиз запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, любят ли наши подписчики играть в видеоигры. 61% ответивших не играют в игры, находят себе занятия поинтереснее. 27% играют время от времени, нерегулярно. 9% проводят за этим занятием несколько часов в день. 4% проголосовавших хотели бы играть больше, но не на чем. Вы также можете проголосовать или оставить свой комментарий в официальном телеграм-канале «Самаргиз». Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самаре пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Самара Опен» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, пишет телеграм-канал администрации города «Весть из Дворянской». Грандиозный спортивный праздник состоится на площади Куйбышева в субботу 27 августа. Для участников организуют 17 площадок. Будут разыграны призы в 14 категориях. Все матчи пройдут под энергичную музыку самарских диджеев. В программе шоу летающих баскетболистов, конкурсы для болельщиков, а также традиционный матч-открытие, в котором примут участие известные спортсмены, политики и бизнесмены. Что делать, если с карты украли деньги, рассказывают в телеграм-канале администрации Самарского района. Во-первых, заблокировать карту через мобильное приложение, личный кабинет или в отделении банка. Во-вторых, в течение суток написать в банке заявление о несогласии с операцией. В-третьих, обратиться в полицию. Чтобы обезопасить свои средства, никому не называйте пароли и трехзначный код на обороте. Полным ходом идут работы по благоустройству двора по адресу улицы Парижской коммуны, дом 23, Красноглинское шоссе, дом 1-24. В рамках проекта «Комфортная городская среда», пишет в телеграм-канале администрации Красноглинского района. Готовы к асфальтированию подъездные пути, парковочные карманы и тротуарные дорожки. На детской площадке идет установка малых архитектурных форм. В телеграм-канале администрации Кировского района сообщается, что продолжается прием заявок на участие в областной общественной акции «Народное признание». Акция проводится по шести номинациям и в три этапа. Муниципальные проходят до 15 октября. Отборочные с 15 по 30 октября и третьи финальные с 15 ноября по 10 декабря. Заявки на участие принимаются до 31 августа в администрации Кировского района городского округа на проспекте Кирова, 155А, кабинет 31А. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамРГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»